Христос воскрес! И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? Я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, равуни, что значит учитель. Я не знаю, как вы, я очень люблю читать биографии. Биография – это книги, где описывается чья-то жизнь. Ну, конечно, жизнь какого-то достойного человека, из которой можно взять уроки, когда ты ее прочитаешь, она тебя вдохновляет, что-то меняет в своей жизни. Может быть, вы тоже любите читать такие книги. И если да, то вы замечали, что все биографии, все, они заканчиваются одним и тем же. Описанием того, как главный герой умер. Умер, был похоронен, что случилось, может быть, после, ну и как все грустили, и как жизнь пошла дальше. Четыре Евангелия – это четыре биографии. Вместе они составляют один рассказ, одну биографию, одну историю жизни. И эта биография отличается от всех других биографий, которые когда-либо были написаны. Хотя бы уже тем, что в конце, да, здесь описаны похороны главного героя, но после них есть кое-что новое. Он воскрес. Ни одна другая биография из когда-либо написанных в мире, она не заканчивается таким концом, что главный герой в конце воскрес. По-настоящему воскрес, реально воскрес, воистину воскрес. И как раз об этом мы сегодня вспоминаем. Как раз об этом я сейчас прочитал. Этот небывалый факт воскресения Иисуса Христа, он меняет абсолютно все в жизни всех, кто с этим событием встречается, начиная вот от этих стихов, которые я прочитал. Каждый, кто об этом узнает, каждый, кто с этим встречается, в его жизни происходит поворот. Ну, смотрите, например, Мария Магдалина, она плачет. И от самого глубокого горя она переходит к самой большой радости. Ученики, которые сидят и находятся, наверное, в самом большом страхе. Следующей страничке, если перелистнуть, они еще не знают. И когда она прибежит и расскажет им, они перейдут от этого самого большого страха к самой большой отваге. Перелистните еще страничку, книга Деяния, они уже никого не боятся. А сейчас они боятся всех. Фома, который сомневается, ищет доказательства, рассматривает, когда он встречается с воскресшим Христом, для него тоже все меняется. И от самой большой неуверенности или сомнения, или критического такого склада ума он переходит к самой большой вере. Для каждого, кто встречается с воскресшим Иисусом Христом вживую, реально встречается, для него жизнь уже не будет прежней. Она поворачивается. Она изменится, обязательно изменится. Она изменится в лучшую сторону. Она придет в движение. Обратите внимание, я прочитал серединку главы, а если прочитать начало ее, там все бегают. Женщины идут, сначала идут к гробнице. Но когда они увидели, что там пусто, они бегут к ученикам. Ученики бегут, потом туда тоже посмотреть. Потом, ну, кто-то бежит быстрее, кто-то бежит медленнее. Потом опять, там есть еще движение быстрое. Все приходит в движение, когда встречается с истиной, с новостью, с вестью, с благой вестью о том, что Иисус воскрес. Вспомните, когда вы в последний раз бежали, чтобы кому-то что-то сказать. Я повспоминал, я не знаю, может быть, в детстве, когда узнал, что урок отменили, ты бежишь, ты не сможешь идти рассказать. А вы знаете, урок отменили. Ты будешь бежать в припрыжку, чтобы сказать своим одноклассникам, которые еще не знают. А вы знаете, урока не будет. Если вы первый в семье узнаете какую-то большую-большую новость. Война закончилась или еще что-то подобное. Вы будете бежать, чтобы сказать это. Вот почему эти люди бегают в этой главе. Потому что случилось что-то большое, случилось что-то великое. Христос воскрес. И они не могут усидеть. Они не могут просто так идти. Они бегут. Бегут, чтобы сказать об этом другим. И вот текст, который я прочитал. А Мария стояла у гроба и плакала. Она еще не знает, что Иисус воскрес. Она заглянула в эту гробницу, в эту могилу. 12 стих. И увидела двух ангелов в белом одеянии сидящих. Одного у главы и у другого у ног, где лежало тело Иисуса. На что это похоже? Два ангела. Посередине такая горизонтальная плоскость. Из Ветхого Завета. Вам ничего это не напоминает? Крышка ковчега. Бог как бы намекает. Вот новая крышка ковчега, где для людей открывается прощение грехов. Где открывается свободный доступ к Иисусу Христу. И она их увидела, но она еще не поняла. И она задает вопрос. Она спрашивает. Унесли Господа моего. Не знаю, где положили его. Они ничего ей не говорят. И она оборачивается и видит кого-то. И она со своим вопросом к нему. Она думает, что это садовник. Она и права, и не права. Вернее, и не права, и права. Это не садовник. Это воскресший Иисус. Но этот воскресший Иисус, он же и садовник. Недавно Пилат сказал, вот человек. Это новый человек. Это совершенный человек. Это новый Адам. Адам был поставлен как раз работать садовником, возделывать сад, охранять этот сад. Иисус, он насаживает, он скоро насадит после этого разговора с Марией новый сад, который он будет возделывать, хранить его от сорняков, охранять его. В нем будут расти прекрасные плоды. Мария с ним разговаривает, она еще не знает, что это он. Она плачет. Испытывали ли вы такое чувство бессилия, когда рядом с вами плачет человек, может быть, даже дорогой вам человек, а вы не можете его утешить? Очень хочется и не можете. Я был в таких ситуациях. Итак, и представьте себе сейчас, давайте перенесемся туда Мария, которая плачет, и хотели бы вы утешить ее, и говорили бы ей самые правильные слова, не смогли бы вы утешить ее. Ее сможет утешить только Христос, живой Христос. Но она еще не поняла, что он совсем рядом. И вот, она, которая плачет, вы. И давайте вспомним какого-то человека, который при вас очень сильно плакал. Вы втроем стоите. Я тоже там. И вы заглядываете в могилу, там пусто. Вы оборачиваетесь. Вот этот садовник. И вот он обращается к Марии. Давайте мы будем стоять наблюдателями, смотреть. И что он делает? Как он ее утешает? Он говорит одно слово. Но как он его говорит? Мария. Я не так говорю, как он. Но этого одного слова, в нем было все. В нем было приветствие. В нем было какой-то пароль. В нем было какое-то узнавание. В нем был какой-то упрек, наверное, скрытый. В нем было такое, вот, прорваться. Мария. И этого хватило. Конечно, она знала его. И, конечно, она не знала его, раз она не узнала его. Конечно, он все тот же. И, конечно, он совершенно другой. Он воскрес. Он воскрес. И кое-что очень сильно изменилось. Он первенец из мертвых. Он в нем совершенно новая жизнь. Та жизнь, которую он несет. Жизнь воскресения. Тем, кого он назовет по имени. Мария. Женя. Даник. И так далее. И эта жизнь, она входит в нас. И мы начинаем видеть. И мы все узнаем. И мы все понимаем. Обратите внимание. Именно в этом Евангелии, Евангелия Теана, часто случаются такие ситуации, когда рядом с Иисусом люди стоят, разговаривают с Ним и не понимают, с кем они говорят. До этого момента, до смерти и воскресения Христа, это были люди, ну, в основном неверующие, которые вообще не понимали, что это Сын Божий, кто это. Но когда Он воскрес, были люди, которые стояли, и не то, что не понимали, что Он Сын Божий, они вообще не понимали, что это Он. Дорогие Ему люди, они не узнавали, что это Он. Не узнавали Его. Проповедников учат на уроках Гомелетики, что должен быть в проповеди какой-то мостик на наше время, на современность. Вот мы заглянули в текст. А теперь давайте заглянем в нашу жизнь. Бывают такие моменты, когда мы плачем. Бывают такие моменты, когда мы ищем утешение, мы ищем ответов. А Бог рядом. Он точно рядом. Но Он же сказал, что Он рядом. Исаия, 55 глава и так далее. Но мы почему-то Его не видим. Мы почему-то Его не узнаем. Есть такие две известные картины художника Гогена. Одна называется «Желтый Христос», одна называется «Зеленый Христос». Там они очень необычные. Там распятие определенных цветов, а каждая из этих картин, оно встроено в картину жизни обычных людей, ну, того времени этого Гогена. Вот крестьяне на поле работают, делают свою работу, там, на поле крестьяне. И стоит крест, Христос на нем. И он такого цвета, как все вокруг. И они делают свою работу, и они не замечают, что рядом с ними распятый Христос. У них обычное выражение лиц. Они в обычной своей одежде, они делают обычное свое дело. И они не узнают, не замечают Иисуса. И другая картина, немножко другой сюжет, но такой же смысл. И вот этот художник, я не знаю, верующий, неверующий, какой-то смысл сюда вложил. Вот как раз может быть и тот, который в этой главе. Мы можем делать обычные свои дела и не замечать его рядом с нами. Почему Мария не узнала? Она так хотела его найти, хотя бы мертвого. И он был рядом, живой. Почему она его не узнала? Ну, во-первых, она плакала. И когда мы плачем, у нас слезы закрывают наши глаза, все размытое вокруг, мы можем просто из-за этого даже не узнать. А во-вторых, она смотрела не в ту сторону. Как в другом, кажется, в Евангелии написано, что вы ищете живого между мертвыми. Она смотрит туда, где она думала, что он должен быть, но он не там, он не мертвый, он живой. Христос может встретить тебя немножко не в том месте, где ты ищешь встречи с ним, и он может оказаться немножко, может быть, не тем, не в том, не таким, каким ты ожидаешь его увидеть. Он живой, он рядом. Она смотрит и смотрит не туда, она смотрит на место своей потери. Она потеряла друга, она потеряла учителя, она потеряла смысл и надежду своей жизни. И она смотрит на место своей утраты. Когда мы сосредоточены на своей потере и смотрим туда, где мы что-то потеряли и очень хотим вернуть это, мы можем еще из-за этого не замечать стоящего рядом Иисуса, из-за того, что мы смотрим не в ту сторону. И глядя на свою потерю, мы, может быть, на себе сосредоточены, на самом деле, а не на нем. «Туман и осенний дождь, но пусть невидимо Фудзи, как радует сердце она», писал японский поэт Басё. «Гора Фудзи, которая каждому японцу знакома и дорога, но она часто в тумане. Но они знают, что она рядом, даже хотя ее не видно прямо сейчас». И вот об этом эти три строчки, это Хокку. «Наше счастье, Он рядом всегда. И даже когда мы ищем Его и не находим, Он рядом. И наше счастье, если Он захочет, а Он хочет, чтобы мы Его нашли, чтобы мы Его узнали. И что Он сделает? Наше счастье, если Он позовет нас по имени». Слушайте. Мы читали на церковном разборе недавно Иоанна, 10 глава, 3-4 стихи, я выписал. «Овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих по имени и выводит их. Овцы за Ним идут, потому что знают голос Его». Иисус знает каждого из вас по имени. Иисус знает меня по имени. Иисус умеет так позвать. Скорее всего, это будет не физическим, материальным голосом, который можно записать на аудио, носитель какой-то, да, на физический носитель, и потом прокручивать, прослушивать. Но Он умеет так нас позвать, что мы услышим и поймем. И ты не сможешь потом это воспроизвести. Ты не сможешь заменить его для другого человека и позвать другого человека по имени так, как Он может это сделать. Но Он, живой, воскресший, настоящий, реальный Иисус, Он рядом. И вот еще раз скажу, наше счастье, если Он зовет нас по имени. Этого надо искать. Этого надо ждать. Я когда-то, мне кажется, рассказывал такую историю, она для меня очень интересная, очень дорогая. Одна моя знакомая ехала в такси, и таксист, такой пожилой, милый дедушка, попросил у него разрешения, у него зазвонил телефон, он говорит, можно я остановлюсь? Он притормаживает и отвечу. Но она говорит, я не спешу, можно. И он так оправдывается. Жена звонит, и уже третий раз звонит, а у него вызов за вызовом. И он все, ну, не отвечал. И она говорит, да пожалуйста, без проблем, я не спешу. И вот она слышит разговор этого дедушки с его бабушкой. И он останавливается, так снимает трубочку, улыбается во все лицо свое и говорит, как ты, солнышко мое лесное. Давайте себе представим, что эта бабушка, ей позвонило сто дедушек, и сто раз сказали, как ты, солнышко мое лесное. Как вы думаете, она узнает своего единственного? Да или нет? Узнает, сто процентов. Ярл Николаевич Пести, известный проповедник, который часто проповедовал через радиоприемник во время Советского Союза, он заканчивал свои радиопроповеди обычно таким призывом. Дорогая Ганна, ты сидишь сейчас возле радиоприемника. Встань на колени и покайся. И все, заканчивается передача проповедь. Следующая передача. И он в конце говорит другое имя. Дорогой такой-то, ты сидишь сейчас возле радиоприемника. Встань на колени и покайся. Ему писали письма люди. Откуда вы знали, что я сидел возле радиоприемника как раз тогда? Мне точно надо было покаяться. И вот он слышит с радиоприемника голос, и становится, и кается. «Дорогой Тима, тебе сегодня надо покаяться. Покайся. Дорогой Андрей, почитай своих родителей. Дорогой Сергей, не обижай свою жену. Дорогая Таня, если ты вытришь слезы и посмотришь немножко в другую сторону, ты можешь увидеть Бога. «Дорогой Саша, например, в этом году тебе надо сделать предложение, и ты знаешь, кому. Бог может говорить каждому из нас лучше, чем это делаю я сейчас. И Бог делает это. Бог говорит каждому из нас по имени. Если мы читаем Библию и верим в то, что в ней написано, про эти все слова, про водительство и так далее, это значит, что Он лично нас хочет водить. И Он лично к нам обращается по именам. И это должно у нас быть. В христианстве есть сверхъестественная часть. Вот все остальное можно, ну как сказать, объяснить, в каком-то смысле изобразить, ну поделать. Я сейчас изображал, а Бог это делает по-настоящему. Но есть то, что нельзя изобразить. Это Сам Живой Христос. Мы не сможем за Него сказать вот эти слова, которые я сейчас говорил. А Он их говорит каждый день кому-то. То, что Ему реально надо делать. Слушаться родителей, или покаяться, или еще что-то в жизни изменить. Он это делает. И вот эта сверхъестественная часть, которая есть в христианстве, Сам Живой Христос, это вот в английском языке есть такое выражение Game Changing Weapons. Это оружие, которое изменяет, в корне меняет военную ситуацию, которое изменяет соотношение силы, будущее развитие ситуации. Вот когда это оружие вмешивается, все, все дальше не будет уже таким, как было. Ситуация меняется коренным образом. В христианстве это Христос. Мы можем стараться, тужиться, напрягаться, чтобы утешить кого-то, или научить кого-то чему-то. Когда Христос говорит одно слово, Мария, Вася, Саша, и раз, и дошло, и понятно, и хочется жить правильно, и получится. Бог может сделать то, что не смогут сделать самые лучшие утешители и просветители. А мы с вами, не знаю, как вы, ну, вообще-то знаю, но про себя я точно знаю, жалкие утешители. А он лучший утешитель. Я хочу сейчас, в конце своей проповеди, сказать два предложения. Одно Иисусу, а другое вам. Дорогой Господь Иисус, мы Твои. Зови своих по имени. Дорогие братья и сестры, мы Его. Слушайте, когда Он вас зовет. Ищите этого. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.